Скандальная ревизия из-за беспредела и явного воровства продуктов. В Теплодаре родители пришли на кухню детского сада номер один с неожиданной проверкой. Каковы нормы хранения и почему дети в саду не получали мясо и фрукты, смотрите далее в сюжете. Малыши едят суп сваренный на жилах и костях с минимальным количеством овощей. Огромные куски мяса повара детского сада уносят домой. Мясо, кастрюля, говядина свежая, которую сегодня детям давали на обед, 11 килограмм. Масло сливочное 26 пакетов по 200 грамм. Пол мешка сухофруктов с мошкой и с паутиной. Продукты, которые предназначались нашим детям, но они не пошли по своему прямому предназначению. Ну, воровство у наших деток маленьких. Родители говорят, детей в саду кормили совершенно другими продуктами и далеко не первой свежести. Хорошую еду сотрудники сада прятали в специальной подсобке. Там была кладовка, которая как бы не имела отношения к садику. То, что ворованное мы нашли, оно не хранилось там, где продукты для детей, оно хранилось отдельно. На все жалобы чиновники разводили руками. Мол, проверки в саду проводят ежеквартально. И с такой ситуацией сталкиваются впервые. Однако, как только сведения о разворовывании продуктов попали в социальные сети, начались первые увольнения. Уволили поваров, уволили медсестру. Должна быть уволена заведующая. И я так полагаю, что уволилась начальник образования. Ну, по ее словам, она уже подала заявление об увольнении, написала. Представители инициативной группы уверяют, отравление детей в теплодаре – явление нередкое. Сейчас у нас только во втором садике. Вот, скоро я ездила у нас по теплодару, у детей диарея, рвота. Ротовирус это или отравление, еще никто не выяснил. Мамы неоднократно слышали, что такая ситуация складывается и в других учебных заведениях города. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, отправились на прием к директору департамента образования и науки облгосадминистрации. Просят провести комплексные проверки. У нас требование, чтобы они проверили нашу систему образования в городе Теплодар. Кто за что в ответе, кто за что должен отвечать, кто должен нести ответственность за то, что все случилось. Мы хотим, чтобы люди работали, чтобы все было по закону, потому что на сегодняшний день закон здесь не работает. Мы хотим, чтобы все было по закону. В департаменте образования пообещали создать межведомственную комиссию по инспектированию состояния питания во всех учебных заведениях города. Привлекут и представителей родительских комитетов.